Закон не помеха, а прибыль дороже. В одном из столичных гастрономов Махачкалы проводилась продажа суррогатной алкогольной продукции в ночное время суток. Накануне в столице прошел антиалкогольный рейд. Какой была реакция правонарушителей и сколько алкоголя изъяли полицейские, расскажет Гамзат Нурмугамедов. Перед проведением рейда, прибывший в Дагестан, координатор федерального проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов, привод для активистов республиканского движения «Аз-Патриоты» закрытый семинар. Он раскрыл методику и правовую базу по общественному контролю за незаконной реализацией алкогольной продукции. Мы считаем, что это важно, продвигать антиалкогольную политику в том регионе, где 40% населения – это молодежь. Сразу после теоретической беседы команда «Трезвая Россия» и «Аз-Патриоты» вышли на антиалкогольный рейд по Махачкалинским улицам и проспектам. Гастрономия в Веню в ходе контрольной закупки была выявлена незаконная продажа алкоголя после 20.00. «Вы знаете, что действует запрет по всей республике продажи алкоголя после 20.00?» «На каком основании вы торгуете?» «Конечно». «После 11» же? «После 11» – это федеральный закон. Помимо этого, активисты выявили, что алкогольная продукция не подается маркировке. Откровенно говоря, продавцы торгуют суррогатом. С каждой минутой напряжение в помещении возрастало. Продавец занервничал и стал требовать от участников рейда покинуть магазин и прекратить видеосъемку. «На битом месте. Откуда я знаю, что это суррогат? У вас есть лицензия или нет? Вопрос». «Я к тебе приведу сотрудник полиции. Я ему отвечу». «Зачем? Она должна лежать, где уголок потребителя. Где ваш уголок потребителя?» «Я гражданин Российской Федерации». «Ну иди отдай, это дальше». Активисты вызвали сотрудников полиции. После выявления нарушений те составили протокол и начали взымать алкогольную продукцию. «Понятой» решил проверить, осталось ли под прилавком что-нибудь еще. Однако подпускать его к месту хранения не хотели. «Посмотрите, вот это почтайши, я сейчас туда их поставлю, все тебе. Почтайши. Не надо заходить сюда». «Вот все, что на полу было, мы все забрали». «Зайти, посмотрите, посмотрите». «Понятой вот здесь, а понятой их, ну же из-заимогоды не изъяли, все». «Давайте, да, хватит, да уже кричать». Оказалось не случайно. Десятки бутылок из-под алкоголя были лишь припрятаны. В итоге изъяли более 140 бутылок алкоголя. Правонарушителей потребовали пройти в отдел полиции. «Чтоб в следующий раз, если момент будет такой, что там, это не изъимали, это не мое, или это мое, фотографировать друг мой. Я тебе нельзя, да, не дам, потому что его прочитай, запомни, я его не измени, как твоя подпись здесь будет, понимаешь?» «Что было дальше, камера не зафиксировала. Активисты будут настаивать на том, чтобы суррогатная алкогольная продукция была направлена на экспертизу. После рейда лидеры движения выступили с обращением к молодежи и продавцам торговых точек. Будем в дальнейшем следить, чтобы такие места были вне зоны доступа детям и лицам, которые не достигли возраста потребления алкогольной продукции. Это наш приоритет, чтобы дети занимались спортом, а не пропадали вот в таких вот значительных местах. Отдельно акцентировал внимание, что алкоголь, тот алкоголь, который мы нашли в этом магазине, он ярко выражен, суррогатная алкогольная продукция. «В республике мы командно будем избавлять нашу республику от такого негативного явления и будем призывать нашу молодежь заниматься здоровым образом жизни, спортом». Региональный актив Всероссийского общественного движения «Трезвая Россия» и Ассоциация патриотов республики уже наметили план дальнейших действий на последующие три квартала.